Также попрошу экспертов нашего модуля, который пройдет в формате как бы судебных, но очень мягких случаях, занять места в первых рядах, но президент. Вот Ваши дорогие Сергея Ивановича. А где Сергей Иванович? Сергей Иванович уже в течение полютора часов принялась к нам через снега. Вы, у меня сколько здесь присутствуют? Ну, начнем, мы получаем. Так, все, тогда, да? Так, попрошу, Наталья Васильевича. Да, Наталья Васильевича. Сейчас, ну, все расскажу. Наталья Васильевича, Наталья Васильевича, Наталья Васильевича, Наталья Васильевича, Наталья Васильевича, Наталья Васильевича, Ватова Магдайевча, Ватова Магд Globe II, Желикова Магдамаите наши страны, жилики Наталья Васильевича. В общем, по возможности, так, как-то могу сказать, затраввываться от таких рыбок. Ну, я советую, чтобы grounded women's involvement, а почему пробеж mysterious were able to so much as possible? Продолжение следует... 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 Отвечать при глобальном вызове с использованием причины, это вряд ли продуктивно. Можно. Нет, можно. Но тогда и вот это вот как раз к вопросу о реалистичной концепции. Значит, что является сегодня, какие факторы надо учитывать при выстроенном устройстве. Прежде всего, те ресурсы, которыми... Просто перейдите к файлу, и там верхний файл будет как раз... Да, вот, 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 самый верхний файл будет... И что? Нажмите, окей, все-все работает. Хоть здесь встречаемся. Хоть здесь встречаемся. Да, не еще настраду. Извините, ну просто нажмите, и все. А что, у вас нет девярок последнего варианта столбота, что ли? У меня там стоит. Почти, как говорится, да? Ты меня понял. Да, все, да. Вот там плавно, на артурсоне стоит. Не, 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 не. Так, мои документы. Мои документы зайдите. Что-то секретное обнаружится. Нет, это я... Иди сюда, да, лезь, иди сюда. Салют, на самом раз, салют бонцарной стратегии. Парышни какие-то. Нет, это не у меня. Сергей Иванович, вы меня с кем-то путаете. Последний, откройте, вот, самый-самый внизу, вот, последний файл в пауэлпунте. Самый-самый вниз, сойдите. Вот здесь эта бабка, конечно, где много всего веселого. Да, 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 да. А потом на весь экран. Слушайте, у нас что-то. Надо бы вырывать. Надо бы вырывать. Следующий. Ну вот, наконец, это все стало двигаться. Следующий, просто сразу, откройте, пожалуйста. Не, конечно. Первое. Необходимо учесть противоречия нашего развития. Благократно уже отмечали, что право нашего роста не повышает качественные модерки. Соревые секторы коммуникации и IT потребуются на импульте технологий, а модернизация в соревых секторах не дефондирует смежную систему. Это зачем? Да, пожалуйста. Второе. Рост экономики, то повышенный уровень жизни сегодня подвергает конкурентоспособность в остальных секторах нашей экономики. Попытка строить экономику, развивать массовое производство приводит к тому, что по моему росту уровня жизни эти секторы становятся не конкурентоспособны. Экономическое развитие не создает значимого спроса на качественное образование и на развитие прикладной науки. Поскольку экономическое развитие сегодня в малой степени обусловлено внутренними технологическими импульсами, и яйский уровень конкуренции не создает высоких требований к качественному менеджменту, подготовке к квалифицированным кадрам. И, наконец, экономическая политика не стимулирует высокие темпы роста, абсорбированные реальным сектором огромных финансовых ресурсов. Следующее. Будем восстанавливать темпы. Предвидимые последствия. Судебный аспект конкурентоспособных секторов, что за собой влечет самые серьезные последствия для занятости и бюджетного процесса. Затухание темпов экономического роста, за чем следует проблема законной литоклевы, поскольку в стране раскручены экономически-социальные ожидания, а социальные напряжения связаны именно с этим эффектом. Судебный бюджетных возможностей и, соответственно, в лета на традиционно сложившихся социальных секторов экономики. Поскольку мы здесь в главной российской фундаментальной науки, надо учесть, что такой вариант исключает отечественную науку и эти технологические центры из контуров экономического развития. И это приводит к тому, что, естественно, сузившиеся бюджетные возможности не могут содержать уже в этом смысле бессмысленные довязки, как российская академия наука. Деградация человеческого капитала, эмиграция активных квалифицированных кадров и деградация социального капитала, что мы сейчас видим. Таким образом, просто вот последствия такого этих противоречий ведет к экономическим, социальным и политическим рискам, отчасти о которых говорил отец Всеволод. Следующий. Следующий. Теперь фокус стратегии. Ну, как-то фокус стратегии – это борьба России за высокомаржинальные сектора на внутреннем грабарном рынке. Надо понимать, что, например, специализация экономики Соединенных Штатов – это и есть специализация на высокомаржинальных секторах. Вот если посмотреть структуру, то американский кредит настроен по принципу. Это высокомаржинальные сектора, а ничего другого. Значит, ну вот оно так устроено. Рост корпоративных доходов, если нам удастся решить эту проблему, то начинается цепочка. Рост корпоративных доходов, поддержание конкурентоспособных зачетов инвестиций, в том числе высокотехнологических, рост частного спроса на технологии, науку и качественное образование. Но это если нам это удастся. Рост доходов бюджета даст возможность государству инвестировать в будущее. О чем говорил Олег Тимофеевич Богомаров, поддержать производство человеческого капитала. Ну, дальше тут есть. И самое главное, это создает возможность не кризисного роста доходов населения. Последствия кризисного роста мы сегодня видим в Европе. Следующее. Следующее, следующее. Теперь ресурсы борьбы, наши коммерческие преимущества. Первое. У нас сегодня почему-то идет странная, совершенно суицидарная склонность к борьбе против развития сырьевого сектора экономики. В то время, как все прогнозы говорят о том, что длительно, в ближайшие 30 лет, это будет 30-летие борьбы за сырьевые ресурсы и, так сказать, у нас спрос. Проблема не в том, что у нас много высокооборных средств, это на самом деле не так высоко. Проблема в волатильности цены на эти ресурсы. Мы это совсем другой диагноз, с другими средствами борьбы с этой борьбой. Поэтому у нас есть природные ресурсы, пользуясь коммерческим спросом. Второе. У нас есть и сегодня значимые доли в ряде высокомаржинальных секторов. Следующее, хотел бы обратить внимание, наше очень существенное преимущество. Это значимое военно-техническое сотрудничество, за которым, как правило, следует и продвижение невоенного экспорта. Есть значимая поведительная тройка мультипликаторов, что рост военного экспорта влечет за собой рост имени военного экспорта. Сохраняющийся квалификационный потенциал в перспективных секторах, сохраняющиеся элементы качественного образования. Высокие, вот я хотел бы обратить внимание, я тут вот не согласен с высказыванием целого ряда экспертов, у нас эмпирические данные показывают, что очень высокий уровень активности населения и значительный потенциал социальной активности прорусловил определенных институционных изменений. Есть технологические заделы, которые готовы отвечать за это, и есть широкий фронт фундаментальных исследований. Кстати говоря, огромное конкурентное преимущество, потенциальное конкурентное преимущество российской экономики. Ну и все-таки у нас огромные финансовые ресурсы, замороженные в желтовалютных резервах. Следующий. В чем же наши фундаментальные слабости? Первое и главное. Слабое влияние стратегической компоненты развития. У нас много говорится, об этом уже говорили, при догматизме экономической политики, это банально, а вот о практическом отсутствии средств реализации стратегии. Если кто посмотрит на наши ФЦП, на проекты государственных целевых программ, ну это, достаточно посмотреть их цели, и становится понятно, что это бюрократические отписки к стратегии, не имеющие отношения. Следующее. Принятивный у территоризма принимаемых решений, лишенный политического и стратегического измерения. Следующее. И, конечно, слабости непоследствий государственного механизма, его подбатливость на лоббизм и коррупцию. Кроме этого, ограниченность пространства конкуренции, тут это все хорошо знают, низкое качество института, просто это тоже банально, банально инновационного развития, и коррупция, которая доходит до 7% в лобке. Следующее. Следующее. Значит, теперь давайте попробуем, а что же стало бы успехом нашей, критерий успеха нашей, дорогой такой стратегии? Кроме того, у него не становится язвым, поскольку, я как говорил, в очень ограниченном 15-летнем горизонте, когда все фундаментальные вещи уже на столе, вопрос идет об их реализации. Есть очень хороший индикатор успеха или неуспеха стратегии. Это доля наиболее активно образованной квалифицированной молодежи, уезжающей страны. Здесь на 16-м этаже СИТ-Академик Форту руководитель одной из скаток физтех, он говорит, что у него в группе, а еще 5 лет назад уезжало из 12 человек, вот 10, сейчас стало 8. Вот это индикатор того качества, интеграторного качества нашей, так сказать, экономической политики. Вот это означает, что нам вот критерием успеха будет кардинальное создание социального равновесия, при котором социальный потенциал, создаваемый в стране, будет использоваться для ее развития. Это заодно эмпирический индикатор, как можно успеха или неуспеха тех или иных решений. А что для этого необходимо? Это необходимо, ни много, ни мало, иметь в 7-8 дециле уровень доходов, сопоставимый с европейским. Но дело в том, что сегодня у нас 15 тысяч ВВП по паритету покупательной способности, для того, чтобы выстроить такую схему, предъявить нам нужно иметь 30, с учетом того, что у нас другая дифференциация, чем в Европе, и другая дифференциация, в 7 штатах. Вот если мы будем иметь в 7-8 дециле уровень, соответственно, 30 тысяч, ну, общий уровень 30 тысяч, это будет означать, что в 7-8 дециле мы будем иметь европейские более-менее условия жизни. Это не бог и что, поэтому много не может, еще двойка по экономическому уровню. Это означает, что нам нужно иметь 5,5% в год, просто в течение 12-15 лет. Но если учесть, что за этот период мост превратится в обычный ресурс, не сильно дефицитный, то, скорее всего, нам придется сдвинуться еще на 1% пункт экономического уровня, чтобы компенсировать предвиденное, предвидимое снижение, не катастрофическое падение, но катастрофическое снижение. Для этого нам самое главное нужны конкурентоспособные институты. Главная проблема России и главный барьер это институциональная среда. Вот основной вывод современной теории модернизации это, конечно, институциональные барьеры. Следующее. Нет, еще 15 минут нет. Ну, столько времени компьютер ковыряет. А, да, да. Время есть, но уже. Теперь, значит, стратегичность развития. А в чем проблема у нас? У нас за стратегичностью развития стоят умствования, а не интересы. У нас за ними отсутствует структура интереса влиятельных игроков и, соответственно, невозможно выстроить прагматичные коридоры возможностей. Второе. У нас необходимо менять проход к проблемному видению. У нас сегодня, я просто приведу пример. У нас там десятилетиями говорили про необходимость развития сидений детских домов, а когда поняли, что проблема является в социализации детей, оставшихся без попечения, у нас в поле субъекта федерации исчезли детские дома, потому что дети усыновлялись с позитивными и последствиями. У нас, наконец, превратить и сделать, чтобы стратегия стала главным инструментом развития. Следующее. Теперь приоритеты стратегии. Самый главный приоритет это институциональная реконструкция. И это даст возможность уже 2-3% роста ВВП. Рост технологических компонентов развития. Вот тут надо четко различать. У нас сегодня относительно неплохо идет взаимствование чужих технологий, и за счет этого быстро идет модернизация целого ряда секторов. Но за счет этого мы добираем приблизительно 2-3% пункта, которые придется добирать за счет инноваций. А это, чтобы вы представили себе, что такое 2-3% за счет инноваций, это необходимо создать гигантский инновационный сектор, которого близкого у нас сегодня нет. Это порядка... При 60, условно говоря, триллионах рублей, это вот через 10 лет мы должны иметь не меньше, объема ВВП, представьте себе, что такое 2% это худо-бедно 120 миллиардов рублей в год, при том, что мы... Нет, там... Следующее. Значит, где наши шансы на успех? У нас есть очень хорошие шансы вот в тех секторах, которые названы, и предстоит по качеству предмета борьбы оборонной промышленности и энергетической транспортно-оточной силовой машиностроения. По всем тем, по которым есть хороший шанс, объезды просто есть уже хорошие конкурентоспособные заделы, или есть большой рынок, который может быть использован в качестве... с использованием заимствованных технологий. Следующее. Вот тут придется... Самое главное, институционная реконструкция. Продолжение тенденции декоративного государства. Если посмотреть, у нас очень приличные формальные законы. Ну, как 94-го федерального закона, это предмет отдельного... Но как только посмотришь, а мы в палате это смотрели очень внимательно, методические конкретные документы, они написаны так, что как будто никто не собирается их выполнить. Они написаны просто для декорации. Второе. Продолжение... Что? Одновременно. Не должно быть так. Все, не вовсе думать? Тогда я только вот это закончу. Формирование платежеспособного спроса на справедливый и устойчивый институт. На сморде говорить, что хорошо, чтобы у нас была демократия и хорошие институты, но никто не готов нести издержки, которые возникают из-за того, чтобы эти институты заработали. Известно из-за проблемы безбилетника, известно, что существует два способа преодоления ее. Либо частный контролер, либо соорганизация участников проезда. Вот последнего, без спорта, совсем плохо, но последнего нет даже мотивации на это. Просто приведу один пример к завершению. Замечательно было обсуждение. Бизнесмену говорили, что нужно поднять легитимацию российского бизнеса. Сказали, а вы готовы бороться с теми, кто вас подрывает на горизонтальном уровне? На что мы бы искали? Бизнес никому ничего не должен, кроме налогов. Ну, налоги-то не платятся. И, соответственно, без решения этой проблемы, без проблемы институциональной реконструкции, никаких шансов на успешную реализацию стратегии нет. Спасибо. Спасибо вам. Я даже не знаю, с чего начать, но с более общих проблем. Есть неосознаваемая в очень серьезных слоях нашей политической и интеллектуально-политической элиты проблема модернизации как таковой. Я не знаю, что имеется в виду от современной метеоритной модернизации. Я знаю Вебера, я знаю Хаббер-Масок, и примерно представляю, что они об этом говорят. Но в конечном итоге не так даже важно, кто что говорит, важно, в чем смысл. Смысл говоримого. Модернизация заключается в том, что модернизация – это переход из некого традиционного общества в общество модернити. И все. Есть традиционное общество с его параметрами, с его коллективизмом, с его заданными родовыми функциями, с его сословной статификацией. Из этого общества надо перейти в общество модернити. Это и есть модернизация. С этой точки зрения мы модернизацию осуществляли уже раза четыре или больше. И у нас уже некого модернизировать. И это не, так сказать, абстрактная философская проблема высшего уровня. Это абсолютно политическая, актуальная проблема. Ничего более актуального быть не можем. Забудьте в этом смысле о модернизации. Если вы не знаете, могут быть модернизации. Нечто типа модернизации авиомики, технологическую модернизацию, модернизацию индустриального контура – это надо ради Бога. Но о модернизации, так как о ней говорят в целом, говорить невозможно. Потому что для нее нет базы. Эта база ушла в Азию. И вот это ключевая проблема глобального мира. Тупая, реальная проблема, стоящая перед лицом каждого, кто не хочет закрыть глаза, заткнуть уши и спрятать голову в песок. Модернизация ушла в Азию по одной простой причине. Потому что в Азии есть ресурс традиционного общества. Модернизация, к сожалению, движется очень простым образом. Берется из стопки. Вот этот традиционный человек готовый работать за 3-4 доллара, 10 долларов, 20 долларов – счастье, 100 долларов – замечательно, так сказать. Он берется из этой традиционной матрицы крестьянского, аграрного, архаичного и кидается в топку этой модернизации. И на нем движется весь процесс модернизации. Никакой другой модернизации не бывает. Но этого человека нет. Этот крестьянин был вот так у Сталинской модернизации. Этот ресурс был вот так у Петро. Его нет. Один малый – это не традиционный человек. Человек больше не в регрессе ничего в традиционном обществе. У нас нет антропологического материала для модернизации. Единственный, где этот материал остался в Азии, в Китае он есть. И Китай бурно осуществляет модернизацию. В Индии он есть. В Индии есть люди, живущие, так сказать, вполне европейские или на уровне близком к европейскому. А есть все время валяющие, если это сказать, на улице. Вы уходите из аэропортала, первое, что вы видите, в бассейне люди, которые готовы за десятую часть западной цены, за большинственную часть западной цены работать и работать могут. В каких-то странах еще Азии эти ресурсы модернизации нет. У нас этого ресурса нет. Там он есть. Итак, центр модерна ушел в Азию. Модерн, модернити, вышел в Азию. И это Азия тянет еще. Локомотив модернити. Но это не мы. Рядом с этим состоянием азиатской модернити, к которой мы не можем подключиться антропологически. Мы прошли эту фазу. И никто не хочет признать этого, хотя это дважды два-четыре. Это понятно каждому, но почему-то запрещено об этом говорить. Наверное, потому что, если сказать об этом, то все остальные разговоры становятся бессмысленны. Рядом с этим ресурсом, так сказать, азиатской модернизации, существует азиатская же контр-модернити. Это радикальная часть исламистского мира, которая отрицает модернити состояние человечества вообще. Отрицает его. Говорит, что пошли бы мы с вашим этим развитием, прогрессом и всем прочим, мы хотим назад в наши шатры, к нашим верблюдам, в новое средневековье и так далее. Это агрессивный слой, который побеждает. Побеждает и побеждает в пределах целой цивилизации. И, так сказать, мы не имеем права отождествлять ислам с исламизмом, а исламизм с радикализмом. Но, тем не менее, мы видим, что этот радикализм побеждает очень и очень много. Это некий мейнстрим. Это огромное количество достаточно энергичных людей, которые двигаются в эту сторону. Даже существует умеренный, устарый постмодерн, который оплатывает, по крайней мере, большие части Европы, и который, наверное, постепенно расползает на Соединенные Штаты. Не знаю, не берусь говорить, что именно там происходит в деталях, но мне кажется, что процесс идет в эту сторону. Постмодерн — это не способ жить и развиваться. Постмодерн — это способ обустраиваться на одном, как модернити. Модернити рупнуло, больше двигаться невозможно. И, конечно, идет остановка всего этого дела. Но как-то обустраивает все. Плюмализм ценностей, всеобщий релятивизм, игра, меняющая собой историю и все прочее. В пределах этих трех проектов России нет места. И все, что у нее остается, и на что она может обратить внимание всерьез, на свой советский опыт, потому что советский опыт не был опытом модернизации в строгом смысле по одной причине. Модернизация без разрушения коллективизма не есть модернизация. Если в пределах советской модели модернизация шла без разрушения коллективизма, и даже от наращивания его, значит, она не была модернизацией. Говорят, как плохо. Я говорю, нет. Именно это и хорошо, потому что это говорит о том, что где-то в подкорке у русских есть альтернативные модели развития. Альтернативные модели развития, не сводимые к модернизации. И, может быть, все, что русские могут принести на руку, и все, что мы ждем от русских, это альтернативные модели развития. В этом смысле Россия всегда была частью западного мира и всегда была альтернативной частью западного мира. Православие это альтернативное христианство, но это христианство. Коммунизм это западная вполне идеология, но это альтернатива капиталистической идеологии. Россия есть этот код в ее природе. И может быть всего, чего ждут от русских, ждут с безнадежностью и устанавливанием, это какое-то новое слово в том, что касается развития в 21 веке. Потому что машины развития или поломаны, или переданы в азиатские руки. Они взяты из рук европейской цивилизации и переданы в другой. Это общая проблема, которая предполагает только одно. Что мы снимаем, первое, тормозно обсуждение альтернативных модернизаций моделей развития. И второе, тормозно обсуждение советского опыта. Мы перестаем, так сказать, пугать всех, так сказать, непрерывно, так сказать, ужасами, там, не важно, сталинизма, пустых привалков и так далее. Мы начинаем по существу, холодно и спокойно рассматривать собственную историю, собственные варианты. Это абсолютно холодно. Без всяких разговоров на эти эмоциональные темы, как белость в чистую, разговор на эту тему портит нервную систему. Мы перестаем портить себе нервную систему дешевыми присказками 20-летней пятости и начинаем разговор по существу. Если этих двух разговоров нет, то вот этот разговор о модернизации будет продолжаться точно до момента, когда социальные толчки разбудят, так сказать, всех, даже самых сомых. Теперь я перехожу с этого высокого уровня на самый низкий. Скажите мне, пожалуйста, о какой модернизации может идти речь в случае, если интеллектуальный слой страны сброшен в социальное медофинансирование и в социальную маркетинализацию? Как можно обсуждать бесконечно эту проблему IT, высоких технологий и так далее, и смотреть на то, как профессор получает двое меньше черновабочего? В чем двое? Нет, двое. В трое. Какое разговор о модернизации происходит в этом случае? Мы пытаемся закрыть глаза на всю реальность, в какой стороне мира это происходит. Это происходит в Латинской Америке, это происходит в Индии, и там же, может быть, живут хуже, какие-то свои общества, хуже, чем у нас. Но нигде нет такого перекоса, в котором свои с высоким интеллектуальным уровнем живут хуже, чем с низким интеллектуальным уровнем. Это инерсия. С той же анная всем перестройка, которую так ждала наша научно-техническая гуманитарная интеллигенция, сделала только одно. Она всех, кто ее ждал, уничтожила в социальном смысле. Она первая за кого, взялась это за них. И мы не видим этого. Мы не видим, что, так сказать, для того, чтобы можно было говорить о модернизации, чего бы то ни было, эти интеллектуальные свои должны получать хотя бы в трое больше, чем рабочие на улице. В трое, короче, бы в четверо. И они же получали так, в проклятый советский период. Мы будем обсуждать, кто получал больше людей. Но они, кто получали больше, теперь, я могу сказать, прикинули на себе эту перестройку, и их избросили. Не шафора, не штукатурщика, а их. И это не со мной так. И на конец третий факт. Третий факт. Скажите мне, пожалуйста, что можно говорить сейчас об этом все, в просвещенном развитии об этих действиях, в условии, когда учителя, простые учителя, в районах районной страны, в Турцкой области, получают 6-7-8 тысяч рублей. А они здесь, только они... Вот я называю реальные цифры. Реальные цифры. Я называю письмами, тысячами, десятками тысяч писем, где эти зарплаты микророны называются. Это люди, которые абсолютно обчуждены от всего, что считается завоеванием последнего 20-летия. Я несколько раз спрашиваю с упорно, тупо, почему дефицит товара настолько хуже дефицита денег. И чем для этого человека настолько лучше, что у него идет денег в кармане, он должен смотреть на прилавки, заполненные достаточно недоброплачными товарами, которые он не может купить. И все, о чем он думает, это то, как от пригородного участка с картошкой это, так сказать, прийти к возможности детям растущим дать какой-нибудь белок, хотя бы в качестве элементарных морочных продуктов. Эти люди для нас не существуют. Они не являются часть этой модернизации. Какой-то в одной достаточно жестокой дискуссии я разозлил, я имею в свойства лидеральных оппонентов, давно это было, и мне там сказали, вот, Курьян, ничего не понимает в смысле перестройки. Модернизировалось не общество, а модернизировалось элита. И я спросил, за счет чего? Мне ответили, за счет всего. И другой участник дискуссии сказал, господав, будучи настолько легравыми, можно же быть хоть чуть-чуть куманистам. Но если речь по-прежнему идет об этом, и модернизация, а подвозная, так сказать, ограбление и уничтожение собственного народа за счет всего. То, конечно, это можно продолжать, пока не проснет самолет. Но он уже начинает просыпаться, период относительного сна предыдущего десятилетия заканчивается, поверьте мне, он заканчивается. И все эти дискуссии можно вести скорбь и уходно, но до тех пор, пока не проснется, так сказать, главный актер процесса, который здесь почему-то не зафиксирован. Вот этот актер, вот он проснется, и произойдет то, что когда-то говорилось в фильме операция «Мы» и другие приключения Шурика, чуть не ставят преступления Шурика. А тогда я скажу, что если я встану, то ты лярки. Вот произойдет это. Самая тяжелая сводка о нашей действительности, которой я в последнее время все время мучительно думаю, заключается в несостоятельности нашей буржуазии. В России буржуазия принципиально несостоятельна, политически. Она не была состоятельна в лице своих лучших представителей Борозова, Редушинского, Демидова и других в 17-м году. Едали бы не все как ланжи. Все вещи, которые ее французские или английские коллеги решали в 2 месяца, она решала в 9 месяцев. И кончилась на этом политически полностью. То, что сейчас происходит, это пародия на эту буржуазию. Пародия. И эта буржуазия, так сказать, получила фантастический срок для того, чтобы понять, что она собой представляет как класс. Она ничего собой не представляет как класс. Возникает вопрос, что такое модернизация в отсутствии политически состоятельной буржуазии. И, наконец, что тут можно сделать? Политические задачи в поиске дня будут в свои 2 задачи. Первое. Все-таки попытка самыми мягкими средствами, они будут достаточно жесткие и спасти буржуазию на модели развития. Для этого нужно политически оформить конфликт с самым буржуазным классом. Противопоставить тех, кому это все не нужно, и тех, кому это не нужно. Если эти коммунити нужны, еще готовы политически оформиться и выдвинуть реальную программу и стать локомотивом в движение, надо дать им шанс. Если же нет, надо поставить крест на буржуазном развитии России, но это не на роде и на истории, и на России. Не класс для себя, а класс для России. Если буржуазия не способна быть классом для России, ее класс не должно быть. К сожалению, это единственная альтернатива. Спасибо. Спасибо вам. Итак, наступает время экспортов. Первым выступает будет Макушкин Алексей Георгиевич. Макушкин. Макушкин Алексей Георгиевич, вы звоните. Руководитель федерального государственного учреждения аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук. Прошу пять минут Макушкин. Добрый день. Я, честно сказать, не возьмусь комментировать два таких содержательных выступления основных докладчиков, а вот таким лимитом пять минут для того, чтобы отфиксировать несколько тезисов, связанных с наиболее главными моментами стратегического управления. А, мне кажется, еще раз. Просто приблизьтесь. Приблизьтесь. Пошел. Так, наверное. Пункт первый. Подниматься тезис о том, что для того, чтобы говорить о наличии стратегического управления, нужно не только видение, не только умение его сколько-нибудь операционально сформулировать, но и нужные субъекты, которые в состоянии данное видение воплотить на практике. По самой технологии изготовления большинства стратегических документов этот пункт, к сожалению, отсутствует. И не только потому, что люди не видят, не понимают значение этого обстоятельства, это предполагает определенные иные подходы к работе с такими сущностями. И в этой связи должен отметить такое обстоятельство, точнее, не обстоятельство, а такую известную в общем-то, концепцию по меньшей мере как рефлексивное управление, которое все время развивало по крайней мере в формальной такой области или февр. Вот сейчас есть и другие люди, которые саму эту концепцию поддерживают. Ну, здесь дело даже не в авторстве, а в том, что собственно сегодня стратегия это не документ, который кладется на подпись первому лицу и потом все дружно берутся ее выполнять. А это, в общем-то говоря, процесс, который, конечно, имеет некий фиксируется в некоторых промежуточных результатов, но в действительности это в первую очередь постоянная рефлексивная тема того, в каких обстоятельствах субъект, который, собственно, на ком держится эта параллельническая история вся, насколько он сам себя в состоянии рефлексировать, насколько он хорошо понимает окружение своих партнеров и так дальше. Должен сказать, что по этим двум пунктам у нас ситуация очень плохая, мы как субъекта, как общего себя рефлексируем и в таком качестве в системе стратегического управления не выступаем. Ну и тоже не будет большим секретом сказать, что степень информированности и запуска степени сконтакт некого профессионального представления о наших партнерах, она остается, ну, не хочу обидеть авторов передачи «Международная жизнь», но где-то хуже, чем на этом уровне, в большинстве случаев, к сожалению. Ну, опять же, надо учитывать, что это такие муры, они более-менее замкнуты и просто надо работать в прямом контакте и мясники и базовые навыки для того, чтобы профессиональную коммуникацию поддерживать. Но без этого стратегического управления, к сожалению, в нашей стране тоже не будет. В следующий момент очень коротко тоже отмечалось, что уход от экономизма это, в общем, уже признанное обстоятельство фактически случившееся, но здесь чуть хуже в том смысле, что все метрики меняются одновременно и меняются, в общем-то говоря, скажем так, со силой некоторых внутренних обстоятельств. И если так пытаться немножко метафорически это отфиксировать как проблема, то мы до сих пор умели последние 20, может, и больше лет дело с экономической проекцией западной модели, там в широком смысле, сегодня мы должны адаптироваться и сами себя осознавать в этом качестве и понимать наших партнеров в некой новосинтетической метрике, культурной метрике, где экономика занимает одно из принципиально важных мест, но всего лишь одно из. И в каком-то смысле успокаивает то, что проблема с такой синтетической метрикой, она существует не только в России, существует практически в любой другой стране мира, и поэтому здесь у нас, скажем так, некоторая есть возможность воспользоваться общей растерянностью, но при условии, что мы сами окажемся достаточно оперативными и собранными в этом вопросе. Наконец, я прошу обновлен полсекунды буквально, а мне передал один из коллегов, который недавно ездил в Корею. Кореицы рассказывали о своем успешном опыте в области стратегирования, технологического развития, и они примерно так сформулировали, если угодно, философию своего управления, что мы решаем проблемы, которые у нас возникают в процессе развития, в интересах развития, и в отличие от России, которая решает свою проблему во-первых, в ходе упадка экономического, к сожалению, за счет дальнейшего упадка. Вот если эту метрику нам удалось бы переломить и воспользоваться приемной работой в данном случае южнокорейских коллег, я думаю, нам проще было бы смотреть на многие, и правильно было бы смотреть на многие вещи. Спасибо. Есть вам вопрос один. Просто в какой метрике? В какой метрике? Это метрика для АЦ, это электризированное пространство, это теоретическое пространство. Если бы я в основном варенье, можно сказать, что это метрика, но вы как используйте метрика на систему координат, и уйти от всякого мотива, 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 но это мне чуть больше потребует и ничего. Спасибо. Спасибо. Слава Леоперская, директора Модернизация как философская концепция. Она у нас и двух понятий имеет опора. С одной стороны это догоняющая модернизация, с другой стороны собственно модернизация. Собственная модернизация осуществляется народом, нацией, страной, людьми, если они осуществляют отсутствие своей идентификации в мировом пространстве, в мировом сообществе. Догоняющая модернизация это когда принимается элитарное решение о том, что надо перейти на другой уровень развития, но социум это не воспринимает. Это ему не нужно. Он себя не осознал, что он должен по-другому себя видеть в мировом сообществе. Отсюда Россия практически все 300 лет уже осуществляет вид догоняющей модернизации. Она навсегда была навязана сверху и более того говорить о том, что модернизация ушла на восток, я с этим не соглашусь, потому что носителем модернизации является не безработный и нищий кули или там индус лежащий у храма потом за один доллар готовый выполнить ряд услуг, а носителем модернизации является в первую очередь интеллектуальная элита и второе бизнес-элита, которая должна требовать и чувствовать необходимость модернизации. Если этого не происходит, страна не наступает и не вступает в фазу модернизационного развития. Но мы можем говорить о модернизации как экономической категории, которая предполагает модернизацию постоянную и последовательную. И это очень важно. Но в данном случае я бы хотела затронуть еще один аспект. Сегодня наш форум посвящен вопросам в том числе глобализации, как было сформировано первоначально, сформулировано. И здесь надо отвечать, что глобализация как идеологическая детерминанта отличается от собственного экономического содержания глобализации. Глобализация как экономическая категория, это рассматривается во многих сегодня источниках, а вот как идеологическая шерма для того, чтобы сформировать однополярное мировое хозяйство, это довольно жесткое восприятие. И если говорить об этом, то наверху является Джейн Сайрон Семерка, которая приняла концепцию постиндустриализации, ориентировав на 75% услуги, все остальное реальный сектор формирует ВВП. Что такое сегодня в современном этапе? Это 87 штатов производятся услугами, из них 50% финансовые услуги. Финансовые услуги оторвались, и вообще финансовый сектор в новолиберальной модели оторвался от реального сектора. Деньги перестали обслуживать реальное производство, они не связаны с ним. Отсюда то, о чем говорил господин Мэтьюс, о том, что возрастает финансовая активность, растут финансовые институты, финансовая взаимозависимость. Уважаемые коллеги, моя поджопа это своего рода катализатор для строения однополярной экономики. Второй уровень это выносенные производства реального сектора в страны Гиталия, Индии, Индонезии, Бразилии. Какой критерий? Чисто нас население. Здесь я полностью согласна с господином Дискиным. То есть чисто нас население явилось основанием для выноса. Но давайте посмотрим, какой там уровень зарплаты. А уровень зарплаты там постоянно растет. И не случайно экологический форум, который состоялся в этом году, он пришел к никакому результату, потому что развивающиеся страны поставили вопрос о том, что если вы нам вынесли производство сохранения торговой марки и франшизы, будьте любезны, дайте нам средства для экологического воспроизводства, то есть повышения экологической чистоты, дайте средства на модернизацию компаний и франшизы. Я заканчиваю одну минуту. И вот что? Фу, вот не надо. И что с Россией? А Россия, вы знаете, что в результате проводимых реформ с 92-го года, она логично легла в основании вот этого мирового тракуровного хозяйства. Она приняла концепцию сырьевой экономики. И никто не хочет нас больше видеть, чтобы мы вышли из сырьевого сегмента, сегмента поставки ресурсов, как теоретика, из интеллектуального плана, только разносит революционную корпорацию. И в этой части все законы, все сегодняшние решения, вся политическая элита работает сегодня, вы меня извините, с исключением двух, наверное, человек. Потому что сейчас Путин был в паре и о фармацевтике, он говорил о лесном хозяйстве, вот, Микрюков тоже с вами говорит о необходимости выходе на новый путь. А все остальные, вы извините меня, они все четко придерживают из стороны, что Россия сегодня адекватно в своем, наверное, в своем сегменте. И отсюда все, что мы хотим делать, для этого мы должны исходить из реальной, из сырьевой детерминатой и есть еще другой комплекс мир. Но сегодня я уже не буду говорить, я вам скажу, что Болонская конвенция явилась источником, почему у нас идет инфекция образовательного процесса, и почему мы так легко даем свою бискус, то есть интеллектуальную элиту, свои научные кадры. Спасибо. спасать большие кураги. Кураги Виктор Борисович, просто тостбек эксперта, если можно чуть-чуть сжаться. Это не достаточно срок. У нас напомним, что поставлены два круга арбюгентов, один на технократических и на сунер респектах, а другой на социальных, духовных и вообще глобальных. То есть мы намеренно хотели бы даже пусть сама гротеская, но обострить эти две точки зрения. Нам предстоит вывести с осуждения или темно-красным или темно-синим билетянам для голосования. Поэтому круг арбюгентов должен принять для возможного принятия решений или для формирования суждения нашего сообщества. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Надеюсь, это не входит в мои пять к нам. Ваши реки. Конечно, конечно. Спасибо. Значит, начну с того, с чем я согласен. В ярком, как всегда, эмоциональном выступлении Сергея Ивановича Кургиняна. Первое. Согласен с тем, что интеллектуальная элита в постсоветской России сброшена на дно, превещена маргиналов. А это один из важнейших элементов модернизации. Согласен с оценкой либерализма. У нас только непонятно, почему их людей называют либералами. Либерализм все-таки мировой истории. Это философия свободы, а у нас это философия социал-дарвинизма. Так что ничего в чем-то не имелось. Либерализм согласен с оценкой то, что назвал Сергей Иванович буржуазии, отечественной, постсоветской буржуазии. Я думаю, что точнее будет назвать элитой. То есть это не только модернизм слои, но это и по существу занимающаяся предпринимательством часть госаппарата. И согласен с тем, что очень вряльной модернизации пойдет вперед, если не будет какого-то конфликта внутри элиты. Другими словами, если не образуется слой в самой элите, для которого интересы странные станут для него жизненно важными интересами. Поскольку наша элита не только не сложилась как класс для себя, но она даже во многом не существует как класс себе. С чем я не согласен в выступлении Сергея Ивановича? Первое, я не согласен, конечно, с тем, что интеллектуальный слой был сброшен на дно в период перестройки. Период перестройки закончился в 1990 году, еще до уничтожения Советского Союза. И тогда как раз именно интеллектуальная элита была востребована так, как никогда в российской истории. Ни до, ни после. Не согласен с оценкой его субъекта. У него субъект получается традиционный человек. Это фактически крестьянин. Индия и Китай потому у них есть надежда, что крестьянство это более половины населения. По-моему, это абсолютно не работает. Скажем, есть регионы, где крестьянство еще больше. В Африке его существенно больше, чем половина населения. Модернизации там пока что не видно. С другой стороны, есть страны, которые блестяще прошли модернизационные этапы и у которых крестьянства в нашем понимании и традиционного человека фактически никогда не было. Такие страны, как Соединенные Штаты Америки. не согласен с оценкой того, что в Азии есть в Азии есть в своем роде контрматеризация и здесь был назван в первую очередь исламский радикалист. Я думаю, что Азия был очень сложный субъект, она действительно выходит на первый план, но там в странах мусульманских есть и Арабские Эмираты, есть и Катар, есть по-своему проводящие очень интересную модернизацию Индонезия и Малайзия. И вопрос об альтернативных модернизациях. Вы знаете, вопрос о том, что у нас в России может вызвать какая-то альтернативная модернизация, мне слегка напоминает интеллектуальное шаманство. Я думаю, что есть альтернативная модернизация. Те пути, по которым идут модернизирующие страны, в частности Китай, они явно альтернативны по отношению и к американской, и к европейской модели. Что же нам в итоге нужно сделать? Надо трезво, реалистично оценить свою ситуацию, надо уволительно и внимательно относиться к мировому опыту, надо его изучать, поскольку модернизация это как минимум последние два века, и надо смотреть, что здесь можно, так сказать, применить в наших условиях. Все, благодарю за внимание. Спасибо вам. Большое спасибо. Малкарасы, Александр Иванович. Ваши пять минут. Уважаемые коллеги, пять минут, щедрая площадка, и я ее отведу для рассуждения на тему сегодняшнего нашего заседания, поскольку мне кажется, что когда мы говорим о противопоставлении рассуждений и интересов, все-таки мне кажется более корректным противопоставить интересную ситуацию. А ситуация требует рассуждения. Не случайно возник вопрос по поводу самого понятия, то есть понятия модернизации. Модернизацию мы знаем достаточно естественную, гомогенную, как развитие западноевропейского общества, общества модерна, общества модернити, общества нового времени, где был весь комплекс социальных, экономических, политических и прочих изменений в сфере институтов, в сфере среды. Наступил новый исторический момент. К нему подходя к нему понятие модернизации изменялось, переживала метаморфоза и последняя значимая метаморфоза была собственной теорией модернизации применительно к возникающим новым субъектам международных отношений к постколониальному миру. Сейчас, по-моему, разговор должен найти в несколько других категориях. В категориях того мира, в котором мы уже живем, сложного мира, его сложность определяется несколькими серьезными подвижками. Во-первых, возникновение постиндустриальной, нематериальной среды действия и акторов в этой среде. Но, помимо этого, сложность определяется комплексностью. Игра словами, поскольку на английском языке одно и то же слово, но в русском языке есть определенное разделение. Мы живем в ситуации позднего индустриализма и одновременно нового постиндустриального, как его раньше называли. Но, на мой взгляд, более точно его назвать просто сложным миром. У нас нет достаточного категориального аппарата, чтобы описать его состояние. В этой среде комплексной происходит трансформация. Метаморфозы и псевдоморфозы возникают во всех областях человеческой практики. Политической возникает международные регулирующие органы, страны-системы, государства-корпорации, корпорации-государства, различные проявления, дети, процессы субсидиарности. И очень интересно, вот я употребил слово нематериальные активы, нематериальное творчество, новые антропосоциальные структуры. Вот этот дефицит категориального аппарата. В экономике, ну в экономику даже не буду трогать, о ней сегодня все время говорилось, но понятно, нематериальные активы совершенно ломают прежний категориальный аппарат, непонятно, вообще мы говорим об экономике, хребатистики или какой-то новой категории человеческой практики. Очень изменения интересны в правовой системе, когда национальный суверенитет сопровождается групповым суверенитетом, войнолитес, которые обладают правом на нарушение государственного суверенитета, точнее ущемление их прав и личный суверенитет и так далее, и так далее. Пять минут заставляют меня здесь остановиться и перейти к какой-то следующей фазе рассуждения. Стратегии поведения в этой среде. Я вижу три направления, знаете, как у рыцаря на распуте. Первое направление это упрощение. Не случайно во вступительных словах говорилось о силовых методах, поскольку та комплексность изменений, она у человеческого существа вызывает естественный позыв к упрощению ситуации. Как правило, моделирование и масса политических действий идет по этой дорожке. упростить слишком сложную ситуацию. Второе направление. Второе направление связано с адаптивностью. Адаптироваться к этой сложной ситуации изменений, но адаптироваться достаточно серьезным образом, как самоорганизующейся критичности. То есть самоорганизация, как процесс адаптации, чтобы быть в русле этих перемен. И, наконец, третье направление. Использовать эту возникшую сложность как ресурс для трансценденции возникших обстоятельств, использования для построения, для естественного входа в это новое сложное общество. И, поскольку регламент заканчивается, что же у России? У России я вижу два очень серьезных вызова. Один не экономический даже, хотя и масса проблем. Это социоконтурный вызов. Социоконтурный то, что в этом новом конкретном сложном мировом сообществе возникает совершенно новая институциональная рамка построения. Когда национальные границы резко утрачивают свое значение и в возникшей транспарентности возникают социокультурные центры притяжения. Гравитация. Говорили о передвижении интеллектуального капитала. Я бы мог привести цифры, какая действительно катастрофа в России с передвижением. Но Россия как территория. А страна в современном мире это не территории, это люди. Люди, которые свободно перемещаются в новом глобальном измерении, притягиваем вот этими социокультурными гравитонами. Поэтому первый вызов у России, первая задача это построение собственной социокультурной гравитации, которая бы не выталкивала, работала бы не как центробежная сила, а как центрострелительная. И вторая проблема это проблема управленческая. Проблема новых систем управления. А мы за период после Второй мировой войны пережили пять методологических управленческих революций. Это методология исследования операций, системная анализа, системная динамика, самоорганизующая критичность, которую я упомянул. И последняя, пятая методология синергийная антропология, связанная с позицией неклассического наблюдателя. Резюмирую то, что я сказал. Мы живем в сложном мире, для которого у нас нет адекватных определений, но мы должны добиваться, мы должны рассуждать сложно, а не упрощенно. И мы должны решить две эти проблемы. Проблема социокультурной гравитации и проблемы новых управленческих практик в России. Благодарю за внимание. И вам спасибо. Два слова Николая Александровича. Уважаемые коллеги, на суде времени, как нас призывали здесь, нельзя быть не обвинителем нашей истории и нашей действительности, и нельзя быть ее защитником. Значит, надо быть свидетелем и соучастником этого процесса. Поэтому я считаю, что суд времени надо бы отправить на доследование, для того, чтобы были представлены более объективные, более всесторонние, более разносторонние программы, которые можно было обсуждать. обсуждать. Я готов здесь внести два фрагмента дополнительные обстоятельства в это расследование. Первое. Значит, история нам дана не для того, чтобы жить с воспоминаниями для прыжка в будущее. Поэтому надо помнить две библейские истины. Все, что внизу, то и наверху, и ничто не ново под луной, то, что было, то и будет. Мне кажется, если можно одну картинку следующую показать. Мы живем в объятиях Солнца, и это означает, что наше социоприродное развитие подчинено общекосмическим законам. И мы не можем здесь выдумывать эти законы самостоятельно, мы обязаны их учитывать, подчиняться и так далее. Значит, и эти законы определяют, что у нас есть периодичность, волатильность, повторяемость событий 12-летнего цикла и более грубые 30-40-летнего цикла. Следующая картинка. Если посмотреть историю, да, и вот здесь о фрагментах очень хорошо говорилось, надо только понимать, что вся история состоит из подобных фигур, из фракталов, которые имеют, вобрались эти две вещи. Следующая картинка. Значит, если посмотреть историю России, то, к сожалению, здесь плохо видно, но надо понимать, что она циклична. Все, что желтое, зеленое, розовое и так далее, все это повторяется. Если посмотреть сегодняшнюю нашу ситуацию, то мы повторяем события, извините, 41-го года и события 78-го года. Чем эти события характерны, не надо вам говорить. Они характерны напряженностью обстановки и выходом из этого путем силового кризиса. Дай Бог, чтобы этот кризис был не силовым, а был экономическим, политическим, культурологическим, информационным, каким угодно другим, но то, что кризис сегодня есть, он и будет. Нам надо смотреть, что будет за этим кризисом. Мы сегодня говорим об обновлении, о модернизации. Модернизация, повторяю еще раз, новая, хорошо забытая, старая. Поэтому мы выходили в начале 2000-х годов, выходили из кризиса на путях государственного управления и индустриализации, благо мировая конъюнктура нам помогала. Нам дальше надо будет выходить на базе социально-гуманитарных принципов управления, ориентируясь не на природные ресурсы, как на наше национальное богатство, а ориентируясь на человеческий фактор и социальный фактор, которые составляют две трети нашего национального богатства. Я просил бы об этом не забывать. И для того, чтобы быть примером, понятно, я хочу следующую картинку. Я только на одном примере хочу показать, что мы живем сегодня, следующую картинку. Следующую. Вот эти кризисы, они были, есть и будут, и у нас три возможных сценария. Если мы будем продолжать развиваться по инновационному пути, по которому нас призывают все международные, большинство, вернее, международных экспертов инновационный путь развития, оставаясь в рамках соевой направленности, то ничего хорошего это не светит. Если мы будем идти по пути экологически направленного развития, то мы резко сократим в развитии нашей экономики, а стран развивающегося мира это вообще не приемлемо. Поэтому у нас единственный путь идти по пути инновационного развития. Что включается в понятие инновационного развития? Следующую картинку. Ну, это я уже говорил о том, что эти экономические факты, следующую картинку. Значит, сегодня две проблемы. Первая проблема для России, вызов для России. Значит, мы находимся на заключительной стадии глобализма как мощной идеи. Эта идея развивалась в 70-е годы, она привела к монополярному миру, и сегодня на стадии этого глобализма мы будем идти в тупик. Например, значит, вся экономика Соединенных Штатов, вся энергетическая политика Соединенных Штатов направлена на задачу энергетической самодостаточности. То есть все эти разговоры о сланцовом газе, в Европе разговоры о возобновляемой энергетике, это все решение политических задач. И в первую очередь политика определяет экономику, но никак не наоборот. Поэтому мы должны это понимать, что именно политические задачи сегодня встают во главе угла. Поэтому для России глобализм означает, что все страны уйдут от нашей зависимости, от зависимости от нас по экспорту углеводородов, и мы можем остаться, извините, один на один. Поэтому задача для России в этом плане – это импортозамещение. Но не только сырьевое, не только ресурсное, но импортозамещение технологическое. И я бы стал главным импортозамещение идей. Мы должны свои идеи выращивать, а не смотреть ни на Запад, ни на Восток. Вторая мысль. Следующая картинка. Это говорит о том, что поток, перетоки энергоресурсов будут сокращаться между страновыми потоками. Каждый будет ориентироваться на себя самого. Следующая картинка. Один пример для России, который чрезвычайно важен. Нефтяная отрасль, которая является сегодня базой для пополнения нашего бюджета, неизбежно в инновационном сценарии пойдет на спад. Каменный век кончился не потому, что кончились камни, а потому, что ему на смену пришли другие технологические уклады. Мы к этому пока не готовы. У нас есть 20 лет, когда мы с помощью нефтяной углы можем и должны шить себе. Цельный костюм нашей экономики. Но еще раз повторяю, мы его можем шить только за счет того, что своими заказами топливно-энергетический комплекс может инициировать развитие отечественной промышленности. Другого пути и открываться навстречу миру мы не сможем, потому что ни Китай, ни Запад нас в этом мире не примут в том виде, в котором мы сейчас предлагаем свои услуги. И в этой связи я хочу сказать, что будущее России – это одно. Это энергокосмическая держава. Держава, базирующаяся на прочном материальном фундаменте, ибо без материального фундамента взлететь в космос нельзя, но наш взор должен быть обращен в космос, в его законы, и мы должны жить в уровне закона космоса и социо-приводного развития. Спасибо. Наталья Васильевич. Спасибо. Слово Великого Вестера Шаберова. Ходите, пожалуйста. Ваши пятки будут подготовиться по-моему, Владимир Николаевич. У меня фамилия Пяло. Назовите, пожалуйста. Не за что. Ничего. Мы говорим в первую очередь о стратегии, и, наверное, все-таки нужно чуть-чуть определиться, на чем базируется стратегия. Всегда. Можно говорить о циклах, можно говорить о философских представлениях модернизации таких или других, но есть довольно простые и внятные вещи, которые используются всегда. Первая стратегия базируется на осознанном образе будущего и осознанном образе реальности. Стратегия определяет характер содержания дистанций, расстояния между образом будущего и образом реальности, и на этом основании формулирует некую целевую рамку или иерархию целей. Под эти цели, только под эти цели вырабатываются конкретные целевые матрицы и проекты, и под эти цели мобилизуются ресурсы. Слово «мобилизация» здесь я определяю в простом коммерческом смысле. Любой проект требует мобилизации ресурсов. Эти ресурсы изымаются у той или иной части общества, не как прибавочный продукт, всегда в любой экономике, в капиталистической, в социалистической. Для того, чтобы эти ресурсы изъять, нужно предъявить некую идеологическую рамку, которая позволяет обосновать необходимость такой стратегии и такого изъятия ресурсов. Речь идет о человеческих мотивациях. Под какие мотивации общество, и здесь уже нельзя ни в коем случае говорить об элите интеллектуальной, элите бизнеса, общество готово жертвовать частью ресурсов по цели стратегии, по цели развития. У нас очень долго был коллективизм, коллективизм традиционного общества. Парадокс нашей модернизации, о чем говорил Кургинян, в том, что коллективизм традиционного общества не сломали, а заменили каким-то другим коллективизмом. И этот коллективизм работал и позволял оформлять рамку консенсуса общего и изымать ресурсы под развитие. Сейчас этот коллективизм изо всех сил ломают. А, между прочим, достижительные мотивации индивидуализма, которые, как бы могли быть астронативой коллективизму, и которые везде на Западе, особенно в Соединенных Штатах, очень жестко направляются идеологией. Идеологическая доминанта в Соединенных Штатах, на самом деле, ну, честно скажу, свирепее, чем в Советском Союзе. Она не такая грубая, не такая навязчивая, но она последовательнее и свирепее. С детского сада до могилы. И, поскольку у нас вот эта идеология индивидуализма, индивидуальной достижительности, тем более цели рациональной в понятии выбора, цели достижительности, не существует, не создана, а замены коллективистской нету, то под что и кто будет отдавать ресурс, непонятно. Ресурсом под некий цель развития не хочет делиться ни одна социальная группа. Более того, поскольку достижительность у нас была введена волевым, парадоксальным образом, у нас нет общества, у нас не существует даже сообществ устойчивых, объединенных крепко, как неких единиц, складывающих общество. И тогда, вот у меня все это вопросы на засыпку, тогда о какой мобилизации ресурсов мы речь? О какой стратегии, как консенсия насчет образа будущего, которого нет? И образа реальности, которого тоже нет? И стало быть цели нету. О чем может идти речь? И тогда мы начинаем говорить о том, что под нашу стратегию вообще у нас не существует фундамента, мы не приступили к ее созданию. Внеэкономические, экономические мотивации, присвоение ресурсов, отдача ресурсов, мобилизация ресурсов, аккумулирование ресурсов на порывных направлениях. Это все слова пустые, до тех пор, пока мы не определились с простыми и понятными вещами. Что у нас есть? Субъект стратегии. У меня он никогда не говорил, что субъект мобилизации от крестьянства. Он говорил, что субъект модернизации элита, она использует архаичный ресурс, традиционный ресурс крестьянства, для того, чтобы изъять вот эти самые материальные, финансовые и прочие ресурсы для модернизации. Пока у крестьянства можно за счет, грубо говоря, непропорционального, неравномерного распределения доходов между крестьянством археолизированным и модернизированным городским сословием эти ресурсы изымать, есть то, чем топит топку модернизации. Почему? Этого нету. Понимания того, что есть образ настоящего, нету. Более того, фальшиво. Ну, простите, стыдно об этом говорить. Образа будущего нету. Консенсусных рамок, даже локальных сообществ, которые не сложились, нету. Общества нету. И тогда, простите, о чем вы говорите? Горь, Саша, спасибо. Спасибо. Но они стоят. Спасибо. Владимир Николаевич Пананов, готовить субъемление. Федор Николаевич, начинайте. Спасибо за возможность выступить. Начну с полной поддержки главного тезиса выступления Кургиняна о том, что Перестройка уничтожила лучшие славы интеллигенции Советского Союза для России. И без общественного пригонала, Маккорбачевым, который совершил этот преступный ад, невозможно ввести в дальнейшем этот обязатель. Маккорбачевым делал три вещи. Уничтожил экономический потенциал страны. Золотой запас СССР уменьшился в 11 раз за 6 лет. Внешний долг увеличился в 5 раз. Я срезал, как он и нас, как преступление Кургиняна, и главная научно-техническая интеллигенция. Действительно, за эти 20 лет Астана Золотой Горбачев все-таки уничтожила лучшие интеллектуальные силы России. То, что Дискин здесь привел пример, что 8 человек из 12 уезжает в якобы достижение, а не 10 как раньше. Это все либерализм, который воплотил себе в высшей степени Горбачев. Горбачев может быть осужден общественным комитетом с моей точки зрения 20 августа 2011 года. Теперь, что нам делать? Я выслушал меня на такомочек, а я принадлежу в своем номере. Это составы Евразийского и Рационального и Рационального Союза. Мы вновь государим, ничего безусловно, как лидера, строительного национального государства. Какие государства туда должны войти? Не только страны бывшего Советского Союза, но и даже Турция, которая просится допустимой, если я буду пропустить события, по-моему, если нужно, как осмолить. Но что важно лежать в осмоле? Все-таки в духовом разной ценности. Я согласен с предыдущим докладчиком. Наша задача перескочить из 4-го уклада, не в 5-й, который заблокил Горбачев, с метеоризмом, который, кстати, будет проработаться в Лограде. 100 тысяч фунтов сделок будет стоить билет этого Ставропольского человека, который унизил свою собственную страну и самую себя. Такой у нас будет перейдивший в 6-й уклад. Это вот 40-й уклад, выходом разной уклад. А для этого нужно восстановить традиционную выходом разной ценности. Главное, что у нас есть союзники. Вы знаете, моя концепция распада США. Но в США победили духовно-образные силы. На выборах США 2 ноября совершенно иные процессы идут. И сейчас практически в Соединенных Штатах Америки идет духовно-образная революция. Вторая американская революция, которая выступает против университетных паракторизма, которая, к сожалению, не только уничтожает Россию, но и уничтожает и основное население Соединенных Штатов Америки. Моя задача еще раз. Мне кажется, моя лига, моя стратегия, которую я провожу, это все-таки строительство Евразийского Союза уже в 2012 году. Спасибо за внимание. Спасибо. Денис Вахаров. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Начну с замечания общего порядка. Выступаю я, естественно, в поддержку Сергея Ивановича Кургиняна. И главный мой тезис сводится к тому, что уповать сегодня в нашей стране на модернизацию как таковую, как, впрочем, на инновации, инвестиции, инфраструктуру, интеллект и там всякие прочие ускорения, это все равно, чтобы уповать на армию и флот из известной фразы Александра Второго. Александра Третьего. Александра Третьего. Да, спасибо. Александра Третьего. Не прошло 40 лет после того, как она была произнесена, как именно армия и именно флот превратились в инструменты разрушения империи. Это очень серьезный исторический, вот мы находимся в тисках истории, это очень серьезный исторический сюжет, который заставляет нас задуматься, что же это за ключик, который был утерян и который не позволил армию и флоту в ключевой момент стать той опорой, которая сохранила бы страна. По плану дискуссии, один из вопросов был, откуда брать сторонников модернизации. Но откуда их брать, разве что из сегодняшней так называемой элиты, но ведь элиты, как-то, наверное, нет, во всяком случае, нет того слова, который имел бы внутренний потенциал и внешний авторитет для того, чтобы увлекать за собой общество. Это безответственная псевдоэлита. И тут я хочу вспомнить одну фразу Владимира Ильича Путина, его любимый президентом, он нас активно уговаривает о том, что Россия исчерпала свой лимит на социальное потрясение. Это руководство, правда, она уводит от сути проблемы, потому что на самом деле Россия исчерпала свой лимит на безответственную элиты. К вопросу о образе будущего. Конечно, всего этого в России нет, потому что нет стратегического субъекта, субъекта стратегического действия, который способен сформировать этот образ будущего. То, что этот образ необходим, для него не вызывает сомнений, и для него не вызывает сомнений то, что этот образ будущего и вот этот стратегический субъект, который создает этот образ, должен опираться на русскую традицию. Опираться на нее также, иметь ее в качестве точки отсчета, как иметь центр нараздания в корсавинской теории динамического времени, когда каждый следующий момент времени цепляется не за предыдущий момент времени, а соотносится с центром нараздания, и потом возвращается на точку времени и идет вперед. И это именно мы заложим на нашу концепцию динамического консерватизма. Мы хотим сохранять не то, что было перед нами, а мы хотим постоянно иметь точку отсчета в нашей традиции благодаря соотнесению, с которой мы можем спокойно переживать любые трансформации сегодняшнего дня. Если мы берем за основу нашу русскую традицию, то совершенно очевидным становятся ключевые моменты, этого образа будущего. Это должна быть концепция осуществления правил и справедливости. Кто русскую традицию глубоко понимает, тот понимает, откуда идет это утверждение. Мы должны противостоять прессингу глобализма. И опять же, противостоять прессингу глобализма мы можем только опираясь на другую традиционную ценность русской политической мысли. А ценность эта идет от Сергия Радонежского и заключается она в том, что никакой политический и никакой экономический суверенитет ничего не стоит, если у тебя нет духовной суверенности. Более того, в определенных обстоятельствах этот формальный политический и экономический суверенитет может сыграть оба злого шутки. Спасибо. Спасибо, Иван Михайлович. Мы замечаем, что вторая половина стаканей выпивается быстрее пива. Время ускорено. Сейчас со своими разными выступят ваши основные докладчики. В доске есть. Господин Иванович, прошу вас. Коллеги, наше обсуждение, вот, живое вызово во мне, желаем вспомнить о тезисе, знаменитый тезис Маркса о Фейербахе. А вот проблема стоит сегодня не только и не столько в объяснении, сколько вообще-то в выработке достаточно практичных и реалистичных путей преодоления всех тех безобразий, о которых Сергей Иванович, как всегда, в жанре буровейственной революции, дает справа, что не вполне справедливо. Безусловно, находится в безобразном состоянии социальная сфера, в безобразном состоянии находится образованная часть общества. Но проблема-то в том, что без достаточно энергичного развития это не преодолеть, если не рассматривать цену очередного передела собственности. Но это штука такая, в ходе которой можно начать, но постановится трудно. Это первое. Второе. Когда мы говорим о модернизации, я как-то несколько растерялся. Такое впечатление, что 30 лет развития теории модернизации как бы прошли мимо уважаемых коллег. Сегодня все-таки обобщен опыт неевропейских модернизаций, где вопросы, так сказать, серьезные вопросы модернити как бы чуть отодвинуты в сторону, решались вопросы, известные слова премьер-министра Малайзии, о том, что возможно неевропейская и антиевропейская модернизация. Сегодня уже на повестке дня стоят другие представления. Поэтому я попросил бы это учесть. И когда нам сегодня говорят о том, что модернизация ушла в Азию, я хотел бы, и вот очень важно, чтобы наши тезисы имели хоть какую-нибудь эмпирическую релевантность. Это, в общем, общий банальный научный тезис, но здесь приходится о нем напоминать. Когда нам говорят, что модернизация вся ушла в Азию, я хотел бы привести одну цифру. 85% технологической компоненты экономического развития Китая это импорт технологий и импорт интеллектуальной собственности. Под импортом я имею в виду возмездные, а также массовые хищения. Это хорошо известно. Это просто по международному банку. Не надо вот, не надо вот, но хотя это возьмите доклад Мирового банка на эту тему, просто посчитано. Значит, по карте Китая развивается не на собственной технологической базе, а развивается на накопленной и украденной интеллектуальной собственности. Следующее. Отправда от политического потенциала, что исчерпанность. Ну, коллеги, ну давайте посмотрим просто наши эмпирические данные. Уже Виктор Борисович отметил, что далеко не всегда современные представления о модернизации связаны с представлением выборов. Все-таки 100 лет прошло, речь идет о многих волнах модернизации и к вопросу о очень важном обстоятельстве. О том, что каким-то образом, опять, надо очень показать, эмпирическим образом сохраняется коллективизм у России, в то время как эмпирические исследования показывают, что сегодня Россия самое индивидуалистическое государство современной Европы. Это эмпирически известно, но при этом надо понимать, что с активностью у нас, к сожалению, мне не удалось дойти до конкурентов, знаете, в части презентации. У нас с социальной активностью доказывается все очень хорошо. У нас институты вести на этот повод. А исследования, которые мы провели в Южном федеральном области, показали, что больше основная часть молодых генераций готова губернизовать свои ресурсы, готовить уже от квалификации, готовить очень сильно, так сказать, активизировать свою деятельность, в условии, что для этого будут предоставлены возможности. Теперь я всем согласен с коллегой Никлес, который говорил о том, что необходимо создать центр ревитации. Ведь критерии, о котором я говорил, о социальном равновесии, это об этом же и речь. Когда в бывшей стране перестают уезжать, вот только там не только гравитация, там много всего там требуется, а предоставить те условия, при которых эти люди готовы жить в России. Воволь входит ощущение свободы, ощущение возможности самореализации и так далее. Я не зря говорил о том, что из этого можно вытащить вполне ясные эмпирические и релевантные индикаторы проблем, которые нам надо решить. Потому что все-таки идея о том, что мы рисуем и будем жить, все-таки пора не жевать. Беземоргство в России очень дорого стоило для историческом развитии. И теперь главный вопрос о субъекте. В чем мы достаточно серьезно расходимся с Сергеем Ирлановичем. К сожалению, мне не хватило времени дойти до своей презентации для этого места, а так просто были приведены материалы социологических исследований, но к вопросу о субъекте. Безусловно, вопрос о том, сможет ли наш средний класс и наша буржуазия превратится из класса в себе, в класс и для себя, потому что они классами, конечно, не являются, а являются критичным по той причине, что модернизация это всегда политический процесс, о чем здесь говорили и с чем я глубоко согласен. А сегодня для политического процесса будет даваться субъектами. Такой поприбить к стенке желе всегда плохо удается. Поэтому вопрос на классовое сплочение является сегодня этим. Являются, поэтому слова о среднем классе это некая затошевывание репчат, никакого класса нет, поскольку нет общей идеологии, общих представлений и самое главное ни у буржуазии, ни у среднего класса, ни у институтов поддерживающих солидарность, что всегда отличало классовое структуру. Я заканчиваю, и не надо только понимать, что при всем том, попытка выбрать альтернативу другого субъекта общественного развития приведет нас к любимому нашему занятию. В институт развитие встанут люди, которые не имеют ни малейшего представления о практике этого действия и начнут в очередной раз проводить модернизацию как идеологически вдохновленный проект с известными катастрофическими последствиями и результатами для нашей страны. Спасаем большое, Савел Иванович, наша Савелия. Мне что-то напомнило все время ведущиеся дискуссии, потому что аргументом научной дискуссии не может быть там Сергей Иванович, как всегда, в эмоциональной манере буревестика, но оставим в стороне манеры. Я же не буду обсуждать манеру оппонента, да? Как всегда, в манере, я же не буду говорить, в какой манере, что... Я пытаюсь реагировать только на факты и сказанные вещи. Понятно, да? Это научная дискуссия. Дискуссия, в которой я обсуждал манеры сезонартика, это другая вещь. Значит, хорошо, что дискуссия политическая. Значит, одна, давайте говорить об этом политическом. Нам сейчас говорят о том, что, как известно, жиле нельзя прибивать гвоздиком к стене. Но, поскольку все альтернативы этому прибиванию жиле гвоздиком к стене ужасны, то мы будем прибивать жиле гвоздиком к стене. Ну, придевайте. Придевайте жиле гвоздиком к стене. Столько времени, сколько существует. И мне это напоминает один классический еврейский анекдот. Человек приходит к королю и говорит, ради у меня куры вдохнут. Он говорит, да, а как ты им сыпешь зерно? Ну, говорит, так просто сыплю все. Нет, ты квадратом сыпь. Да, сыплю. И что вдохнут? Я говорю, ты трехгодником. Он говорит, и что? Ну, ты шестиугодником. Ну, и как? Уже все сдохли. Он говорит, жаль, а мне еще было столько геометрических вариантов. Значит, смысл заключается в том, что, так сказать, мы можем прибивать жиле к стене гвоздиком, мелким гвоздиком, огромным болтом с помощью сверхъединирных аппаратов. Но поскольку жиле к стене прибить нельзя вообще, мы можем это делать до исчерпания исторического времени. И в тожном ощущении, что народ никогда не проснется. Так вот, я утверждаю, и эпирически, и как угодно, что он проснется. Он проснется. И, так сказать, выйдет из этой сладкой цены прибивания жиле к стене всеми ротворными средствами. Это первое. Второе. Мы говорим о модернизации. Но, в противополитивной. Может уйти модернизация условия, когда обычный свой социальный сертификатор занимает более низкое весы, чем средний рабочий. Да или нет? Да или нет? Значит, это место надо заменить за счет места изобретения каких-то особых пульсов роста. Надо обратить внимание на свои академцентры, которые находятся в полуобращенном состоянии, на свой научный целевый программ и так далее. Почему эти задачи не имеются, не имеются в углу в руках, а поднимаются какими-то химерами? Отличаются на мертвы, а вот Отличаются на мертвы. Ну, как так вы говорили, у вас не перебивали. Это второе. Почему это происходит так? Потому что этот химер может таким-то образом, так сказать, достаточно долго, так сказать, как желать, прибывать хвостиком к стене, а за научный центр и так далее. Не надо платить, не надо платить, нельзя платить чатам и заплатить в бюджетах, нельзя заплатить врачам и заплатить в школах, нельзя заплатить им всем людям на социальную стратификацию. Мы существуем в условиях патологической социальной стратификации. Почему это нельзя смотреть сегодня? Потому что у нас нужно говорить о себе, какая оптимизация в условиях патологической социальной стратификации? Никакой. Значит, это же я. Третий вопрос, который здесь встает, это вопрос о том, какой-то сказать, будущее, если у нас какие-то, так сказать, варианты модернизации, отчасти от вариантов Китая и Индии. Я ни разу не сказал, что субъектом модернизации должны являться нищие люди, которые готовы работать за, так сказать, пятьдесят километров. Они являются ресурсом модернизации, а не субъектом, но субъектом. Ресурсом является дешевый работник, который использует на индустриальном производстве, который при этом достаточно культурен, дисциплинирован, способом проводить операции, проводиться соответствующим политическим организациям и так далее. Поэтому сейчас идёт ускоренный рост Китая, поэтому замедлился и будет замедляться капиталистический рост на Западе, потому что нельзя объяснить предпринимателям никому, почему надо платить за капризную, так сказать, рапортницу, локации, несколько тысяч евро, а не до янки за 300 евро платить, и за ту же работу, в которой в некотором союзе нет ничего. Капитал продраста пола отца за 300%, если что-то вспоминал фейер-бак, а то можно вспомнить и марция. Так вот, за тысячу процентов он точно продраста, как сам визаторность, переместит производительные силы туда. Когда он говорит, что такое глобализация, то всё время, так сказать, опять-таки разговаривают не о существу. Потому что тут возникает вопрос, что глобализация, не знаю, мобильные телефоны, интернет-сети, айтих технологии. Глобализируется тренд и капитал. Дренд глобализируется в том смысле, что он бежит из нищих в зон в Европу и не получает исламизацию Европы. А капитал в том смысле, что он бежит в Альпу, где он может получить больше прибыли. И процесс этот остановить невозможно. Если говорить о том, существует закон неравномерное развитие, существует, и он показывает, что такое это неравномерное развитие. Ещё до 2020 года, до 2020 года Китай и Америка выяснят, кто из них сильнее и что будет происходить. Много по ситуации, можно показаться, не субъектом, а пространством, на которых будет происходить выяснение отношений сверхсил. А это будет значить, что наш народ погибнет на этом пространстве. Поэтому, как говорим, когда-то в бомбах будет ничего хуже, чем отказывать борьбы, когда борьба необходима. И так последнее. Стоит ли все проблема об альтернативах развития. Стоит. И если все они ставят в знак тождества между модернизацией и развитием вообще, ну давайте, давайте так развлекаться. Модернизация – это строго определенный вариант развития. У предприятий есть строго определенное содержание. И самое содержание до сих пор для нашего общества не стало ни притягательным, ни интересным. Мы не сделали его, так сказать, для него ничем. 90% поселения вообще не знают, что такое модернизация не хочет знать. Это вызывает, как на этой парке поставили все политические ставки. Но смысл заключается в том, что за предельной модернизацией возникают другие варианты развития. Почему все эти варианты развития надо назвать модернизацией? А вот почему. Потому что следом за этой какой-то странной идеей модернизации возникает еще вопрос о том, что как известно модернизацию проводят только демократическими методами, только на либеральной основе. Как известно, как известно, как известно, как известно. Давайте смотреть на экспериментальный опыт. Из 95-98 стран, проводивших модернизацию, сколько стран проводили это либеральными методами? Я даже не назвать эту вопрос. Вы хотите плюс называть, да? Или что еще? Все остальные страны проводили альтернативную модернизацию в отчетах, договорящую в особенности совсем другими методами? Итак, в слове демократизация являются два запрета. Первый запрет на сегодня – на политические трансформации, позволяющие выйти из тупика. Второй запрет – на альтернативные модели развития, позволяющие выйти из тупика. И пока эти законы не будут сняты, а они содержатся в самом слове демократизации, мы не сможем так интеллектуально- стратегически обсуждать свои перспективы. Что касается политического обсуждения, то они становятся совершенно другим. Хотите альтернативации? Измените место интеллектуальных пластов социальных групп, жизнь общества. Измените немедленно. И именно как в широкую социальную базу. Верните науки, инженеры и всех прочих в то место, которые они имели по отношению к другим группам, хотя бы в советском обществе. Верните это место. Или забудьте альтернативации. И признайте честно, что все сидит на игре, что эти интеллектуальные сосуды, мужчины, подважь, что нет таких, как говорится, другого жанра удачи. И что никакого другого места им не отводят. А все остальные химеры нужны для того, чтобы в какое-то время их еще успокаивать, упорюгивать, говорить им ничего, ничего, скучно пить, это место грузин. Линиты на подобного типа разговор исчерпаны. Разговор приобретает другой характер. И поверьте мне, я как много дала прогнозов, то, что он приобретает другой характер, абсолютно неопротимо. Это уже реальный факт в нашей жизни. Так сказать, разговаривать, ну, осторожничать уже бессмысленно. Да, прошло это время. Исчезла эта необходимость. И если когда-то кому-то казалось, что, так сказать, то, что я не пользуюсь никогда этой осторожностью, является следствием о эксентричности, то теперь, поверьте мне, каждый, кто будет ею пользоваться, будет попадать в очень, очень и очень глупую ситуацию. С этим пора кончать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо по верующим сторонам. Мне кажется, в конечном счете через жанр круговых сторон мы практически приблизились к тому, что мы назывались легкими судами услышанными, но, к сожалению, этот момент в этом смысле закончился. Прошу всех, кто участвует в как-то выразить отношения, отношения к этим позициям. Мы помним, что тогда борьба красная, борьба красная, борьба красная, это голосование за тот круг аргументов, и масса чувств, постановок идеалов, представленных, которые выражалась Илья Иванович Канином, а Тёма Сина – это тот круг людей, которым выражался выступлением Акспиртов Илья Ивановича. Коллеги, мы немного вышли из революнта, но у нас сейчас есть одно такое сшивающее выступление, которое было еще в промежной первой части. Мы, к сожалению, прошли шуток. Это прошло много раз терпения, а Илья Илья Ивановича Федорова, председатель комитета Проговорительского Калинского Программа, Машиндарственного Духа, просто прошу, мы, естественно, управляем, тоже 3-й день, быть максимально неконичным, чтобы донести какой-то главный месяц до нас. И также прошу их коллег по артистам и группе тоже отнестись с применением к небольшим планам задержка начала нашего нового. Спасибо, уважаемые коллеги, коротко. Вообще, сегодняшняя постановка вопроса важная и смелая и нечастая в Российской Федерации. Если вы обратите внимание на нашу новейшую историю, очень редко мы обсуждаем вопросы такого типа. Я бы сказал, что это политическая смелость для обсуждения. Это не очень попростные вещи. Потому что вопрос стратегического управления – это вопрос национального курса. Россия всегда имела в себе стратегическое управление либо в виде семьи императора, которая заплатилась на своих потомках и в тех заплатах только с одной Турции. 6 лет и просто буквально в нескольких месяцах не хотела, чтобы завершить стратегическую национальную задачу. И высосал эту формулу, осуществляю политбюро, которое было естественным институтом государственного управления, которое было институтом стратегического управления планирования. Высший институт в стране. Ниже не было правительства и все остальное. Мы только 4 члены правительства входили в порядок. И сегодня 20 лет, когда у нас нет этого вообще. Это уникальная ситуация. Россия, исходя из ее подлинности в российской государственной мастерской государственной мастерской. По сути, 20 лет, это не значит, что у нас нет. По сути, стратегия России вырабатывается просто не в России. Так же, как в целом, когда у нас был советский мир, стратегия для Польши, для Чехословакии, для других стран вырабатывалась в Москве, в соответствующих отделах, как на ПСС и так далее. Это достаточно понятная вещь. Следовательно, почему я говорю, что стратегия для России вырабатывает не в России? Давайте посмотрим, я в 20 лет занимаюсь политикой. Все вопросы, связанные со стратегическим планированием, все. Они не формируются, их идеологии не формируются в Российской Федерации. Почему я говорю, что это на одной высоте находится? Ну, такие вопросы. Например, Конституция. Не отсутствует органы или механизм, связанные со стратегическим планированием, статусные. И со стратегическим управлением. Закон. Но я вам не скажу, не какой-то секрет. Это вся стратегическая, все базовые законы, по которым мы сейчас живем, базовые законы, формировались на иностранных грантах и иностранными советниками. Никакого секрета здесь нет. Так вот недавно президент поднял вопрос, почему учебники истории в России? А почему никто не ответил? У нас 600 учебников, это история зарегистрирована Министерством юстиции. Все 600 подписаны на иностранных грантах. Может, такое два исключения есть, я не знаю, все 600. Это не случайно есть. СМИ 200 миллионов. Дорога, будет платиться на российские СМИ, в плане поддержания вот этого механизма рейтинга и вот этого потока гавости, который льется на экраны. Если вы сравните с европейским телевизором, например, новости, у них из 10 новостей одна негативная, а у всех других странах вообще негатив запрещен. Так, чтобы было понятно. У России из 10 новостей денег негативная. Это дестабилизирующий фактор, который, вот, ошибает стабильность из-под всего нашего общества. Это стратегический вопрос. Прямо слава стратегическим управлением. Не стратегическому национальному управлению значит этот вопрос решается вот так. У этого стратегического управления были бы запущены европейско-американские механизмы, тоже саморегулированные, например. И по-другому, у нас на расти много, отбор идёт каким-то управляющим. Теорет-теорет. Вспомните, допустим, когда иностранные специалисты приехали в Германию и начали отстреливать немецких граждан по списку, произошли определённые политические процессы в прошлом году всего, и такого рода деятельность там оказалась прекращена. В России терроризм ежедневное явление, и понятно, что оно не национального происхождения, но для всех. Очевидная вещь. Но из-за того, что мы не можем на вопрос влюбить глобально, мы не можем отреагировать глобальными методами и исключить такой метод воздействия на наш, вестабилизирующий нашу жизнь. Это всё элементы однополадного мира для одной страны, так называемой Россия. Такие же элементы в разных степенях действуют во всех странах. Просто у России есть своя специфика. И это зеркало, то, что мы делали, допустим, нам немножко методы другие, то, что мы делали, например, там в Польше или в зоне, где действует Советский Союз, нет ничего нового. Это обычный механизм мировой конкуренции. Он так работает в условиях мирного времени. В случае войны он работает танками и самолётами. В условиях мирного времени он работает вот такими образом. Терактами, работой со СМИ, храна общественного мнения и другими вещами. Ничего хитрого, тут тоже нет, и всё очевидно. Только это надо всё чётко понимать. И фактически речь идёт, когда, допустим, условно говоря, председатель правительства 5-6 лет назад от меня соглашение о разделе продукции, когда на российском мире не было вообще российской юрисдикции. Естественно, на эту площадь посадился с иностранцами, это понятно, отсюда история с третьим строком и со всеми другими вещами. Потому что от него бывают финансовые потоки, которые были вращены в российской юрисдикции, говорят, нам повезло с ценами на мир. Да и ценами у нас высокие державы, чтобы держать Европу и Китай. Нам это не предназначалось. У нас было соглашение о разделе продукции. Мы обняли эти деньги, увеличили бюджет в 3-4 раза за счет этого и посадились, серьезно посадились с точки зрения внешней правительственной команды в России. Тоже понятно, абсолютно связано со стратегией вещи. Это та же история, что соглашение образили продукцию. Ну что трудно, как правило здесь говорилось, изменить место науки в Российской Федерации. Никаких правилов нет. Это правило в десятках страт. Переход 5-6 лет занимает. Даже Финляндия имеет инновационный тип экономики. И там наука, которой там нет. Ну так, в той части, она занимается. Почему? Да потому что правило таким образом изменилось, что есть рамки и технологий, которые в России вообще нет, показательный рынок не меньше, чем в США в 100 тысяч раз. Потому что есть наука в виде бизнеса. Россия занимается бизнесом. В случае, если она перейдет в бизнес-категорию, сколько в этот первый правильный крат. Бизнес-категория означает увеличение финансовой науки за счет рынка. До 15 триллионов рублей. Я понимаю, бюджет Российской Федерации 10 триллионов. Это обычная стандартная схема, прошедшая всеми развитыми странами. То есть тут хитрости нет. Другое дело, что мы браками. Надо делать мечту. Для нас это какая-то великая новость. Придумаем какие-то новые формулы. И 700 тысяч российских ученых в заводах, которые работают. Это понятно. Это та же история еще с соглашением разделе продукции. Отсутствует стратегия в Российской Федерации. А стратегия, это вопрос силы. То есть, Московская, российская нация, сильна, чтобы свою стратегию и себя развернуть. Просто это вопрос. Борьбы, политической конкуренции, ничего другого здесь нет. Соответственно, это стандартные вещи для мира, это наука на базе рынка, прикладная наука. Пундаментально это государство. Но пундаментально нельзя финансировать нормально, потому что нет сигнала от науки, прикладную, это все единая цепочка и схема взаимосвязи. Поэтому система это все отрабатывает. А в учебнике в истории кредитивно написано, что такое модернизация рыночной страны. Ну и из стратегических вопросов, я бы назвал, это еще раз, действительно наука. Россия по некоторым расчетам занимает до где-то четверть мировых технологий, произведенные либо российскими учеными за рубежом, либо на базе российских людей купленных на краях в России. Четверть мировых мы сегодня по технологиям в мире заканчиваем. Главное это надо перевести в юридическую плоскость и получить за это деньги. Но это работа и есть работа модернизация абсолютно стандартная. Но я бы сказал, что это украина как единое государство с Россией, в том числе, я считаю, что со столицей в Киеве, ничего страшного. Миграционная политика, здесь Россия самая сильная страна в мире, это ее национальная особенность переводить миграционную воду, что бы ни говорили, не подкрасывали нам здесь. Но если есть риски, связанные традиционно российские риски, связанные с верховной властью, которая в России всегда нуждается глубокой доходности. потому что она вот. И из таких вещей коммуникации надо, конечно, формировать. Поэтому вопрос суверенитета и стратегии это вопрос просто политической борьбы. И проблема только в голове. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Время часа. У нас начинается сессия для развития Артемгурсии. Спасибо. Спасибо.